Ну что ж, дамы и пацаны, приближается вторая годовщина Геншина, а это значит, что уже можно самым жёстким образом троллировать своих недавно влипшихся в игру другаликов рассказами о сладенькой халяве, о Тойоте Раф 4 и романтизированием культа Чичи. Кстати, интересно, так за два года жизнь повернулась, а в своё время Чича на серьёзных щах считалась топовым персонажем, но об этом как-нибудь в другой раз, а сейчас подписывайся на мою телегу, ссылка в описании. По годовщине, очевидно, самый сок брызнет в обнове 3.1, которая выйдет, получается, чётенько в официальный день рождения игры, 28 сентября. Чем конкретно нас щедро будут одаривать, мы узнаем, скорее всего, уже завтра на стриме разработчиков, а вот что было раньше, мы с вами сейчас и узнаем. Ну, в смысле, чего стоит ожидать, исходя из опыта годовщины номер 1. Во-первых, ожидаем какую-нибудь спецпрограмму в офлайне, по типу концерта, только наверняка более понтовую, чем в прошлый раз. Ля хуйверса запилить рок-оперу, позязя. Второе, это, конечно же, обновление Х2 бонуса на доната, так как чуть ли не каждый второй уже успел расчехлить свой или мамкин кошелёк и таки потерять донатную девственность, темка весьма, весьма козырная. А дальше чё? Ну, халявные 10 круток, классика. Правда, в прошлый раз они вписывались в стандартный средний показатель примагемов за обнову для фри-ту-плея, то есть халява лишь в том, что их не пришлось выгрызать зубами у мобов по 2 примагема с 1000 сундуков. Наверняка будет какой-то памятный мусор для чайника. Я не особо въезжаю в приколы со строительством, но вижу, что темка популярна и хуйверсы весьма так трепетно относятся к этому виду активности в игре, так что тренд, скорее всего, поддержат. В прошлый раз ещё выдавали дополнительные подарки, самым значимым из которых оказались крылья. Хрен его, конечно, знает по поводу, в кавычках, подарка. Напросили ли, наныли ли, или всё это было запланировано, но традицию с крыльями, как минимум, неплохо было бы соблюсти. В целом же, вторая годовщина пройдёт гладенько, потому что даже несмотря на наблюдаемое снижение количества активных игроков в сентябре, информационный фон, в отличие от прошлого года, весьма приятный. Супер красивый Сумеру, новые персонажи, которых прям хочется, и я надеюсь, выход таки пустыни с потрясной архитектурой. Короче, эстетика выдаёт большой кредит лояльности, плюс мы знаем на что рассчитывать, лыл. В общем, ждём стрима, интереса имеется. Ну и потом уже обкашляем итоговые моментики. У меня всё, я кончил.